Легендарная советская бегунья Елена Ивановна, обладательница Кубка Европы, финалистка Игр 21-й Олимпиады 1977 года в Монреале, 13-кратная чемпионка СССР. В 1972 году в Мюнхене Людмила Брагина открыла список олимпийских чемпионок на дистанции 1500 метров. Она трижды устанавливала мировые рекорды в квалификационном забеге, в полуфинале и в финале. Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, медалью Герой Труда Кубани и почетными знаками за заслуги в развитии физической культуры и спорта в России, за заслуги в развитии Олимпийского движения в России, за заслуги в развитии легкой атлетики в России, за заслуги в развитии спорта в ДСО «Динамо». Людмиле Ивановне Брагиной в 1993 году решением Малого Совета Краснодарского городского совета народных депутатов призвоено звание почетный гражданин города Краснодара. Людмила довольно легко начала уходить вперед, но силы у всех тоже ограничены. Кстати, очень быстрое начало, 2.9, очень она хорошо здесь начала. И вот поначалу, видишь, даже растерялись, конечно же, еще достаточно далеко, а скорость, конечно, Людмила развела уже очень серьезную. Немножечко все растерялись в этой ситуации. Конечно же, всех зрителей на стадионе, которые в группе присутствуются, интересует один единственный вопрос. Будет ли очередной мировой рекорд? Конечно же. Ну а Людмила финишируется очередным мировым рекордом. 4.01.37. Потрясающий бед, если вся борьба происходила где-то за ее спиной. Людмила Ивановна, мы с вами встречаемся, я бы сказал, также в судьбоносное время для отечественной легкой атлетики. С наших спортсменов сняли обвинение в применении допинга и как бы вот открыли им путь к международным соревнованиям. Скажите мне, как вы вообще относитесь к самому этому факту, что вот наложили, сняли и так далее? Во-первых, это еще не дверь. Это так, чуть-чуть приоткрыли, потому что они допускают, кого они хотят, не всех подряд, не всех, кто имеет результаты, кто выполняет нормативы на соревнования. И я думаю, что это как бы, вот они показывают, что все равно они хозяева положения. И очень сложно говорить о том, что вот сейчас оказывается до Нового года это разрешение, а потом снова вот этот нужно пройти круг, чтобы получить разрешение на эти соревнования. Поэтому пока это еще все очень и очень... Скажите мне, а вот во время вашей спортивной практики существовали ли такие вот жесткие контроли, снижения? И что тогда было вообще? Допинг-контроль был всегда. Всегда. А как он выглядел? Он выглядел... Так же, как и сейчас. Брали сразу спортсмена после соревнований. Мы вот после Мюнхена все пошли на контроль. Брали у нас мочу и объявляли сразу где-то в коре. А почему сейчас? Ну, вы знаете, это вообще непонятно, что сделали из Олимпийского движения. Как можно через 8 лет, когда человека чествовали, наградили, дали награды, люди их любят, люди их чествуют, и вдруг они через 8 лет объявляют, что он провинился. Причем, если бы они весь мир проверяли, я понимаю, тогда да. Но когда только нашу страну, это обычные санкции, как и во всех отраслях сейчас деятельности нашей. Ну, на вашей памяти кого-то снимали соревнования по причине? Ну, конечно. Нет, соревнования не снимали никого. Просто дисквалифицировали, и все, и там давали что-то условное. Где-то 2 года, может быть, он не выступал. Но он потом выступал, как и сейчас. Американцы же выступают после двукратного дисквалификации. Поэтому дисквалификация была. Ну, вот как вы считаете, в то время вы выступали в достаточно жесткое политическое время. Такое же противостояние было Советский Союз, Соединенные Штаты Америки. Но вы все-таки были спортсменкой достаточно известной. Вас ведь в Соединенных Штатах вообще воспринимали как героиню Олимпиады Мюнхенской. Самое интересное – это, вы знаете, меня всегда поражала вот эта обстановка дружественная на всех соревнованиях. И когда впервые перед самым забегом спортсменка из Германии говорит «Good luck». То есть она мне пожелала доброго пути. Для меня это было настолько неожиданно. И я знаю, что там было у меня много друзей из Германии, из Италии, в которой спортсменка была третьей на Олимпиаде. То есть, а в Америке вообще у нас были друзья. Мы встречались каждый год два раза зимой и летом. Мы общались, мы как-то дружили. А зритель принимал в Америке только тот, кто выигрывал. Они радовались и за нас, и за американцев. Конечно, больше за американцев. Тем не менее, я скажу, что был у меня забег, мировой рекорд я установила на 1500 метров. Когда меня спросили, дорожка была великолепная накануне. Мы размялись, и они говорят «Ну как?». Я говорю «Завтра будет мировой рекорд». И когда я бежала уже на финишной прямой, и они все кричали «She'll make it!». Она сделает это. Весь стадион кричал, что я укладывалась где-то в мировой рекорд, и я действительно на две десятых побила мировой рекорд. Вот смотрите, в каждой стране олимпийские чемпионы – это, в общем-то, герой на всю оставшуюся жизнь. Многие страны имеют вообще по одному, по два олимпийских чемпиона. В нашей стране, только в Краснодаре, не менее десятка. Два десятка. Два десятка олимпийских чемпионов. Мы, как бы, так сказать, избыточно богатые. Но есть спортсмены, которые вошли в историю олимпийских игр. Ну, такие, как, скажем, Виктор Санеев от наших, так сказать. Человек, который был, ну, как бы, на голову выше, чем многие другие. Как, скажем, Борзов, первый олимпийский чемпион, по-моему, даже и последний в признанской дистанции. Как Людмила Турищева, как Людмила Брагина. То есть, это спортсмены, которые не только завоевали золотые медали, не только завоевали любовь зрителей. Но, в принципе, ведь олимпийские игры, насколько мне известно, это место, где редко устанавливаются мировые рекорды. И там идет борьба не за рекорды, а за медали. И в командах такая установка, ты должен выиграть. А как выиграешь? Это уже другой вопрос. Вот вы ощущали на себе, вот и ощущаете ли на себе, то, что вы все-таки одна из самых ярких фигур международного олимпийского движения? Но вы знаете, самое интересное, что когда мы выиграли страной 50 золотых медалей и отнесли на подпись Брежневу на орден Ленина 15 медалей, в том числе и меня. А в это время, вот сейчас много говорят об этих матчах в 1972 году, в октябре, когда мы выигрывать начали. А там несколько матчей они проиграли. Это был октябрь месяц, и когда Брежневу дали список из 15 спортсменов, из 50 выигравших, то он сказал, если вы такие сильные, почему вы проигрываете сейчас? Перечеркнул все эти списки и оставил только 6 человек. И получили медали только те, кто много медалей выиграл. Там 2, 3, вот так вот, как Борзов, Турищев, вот такие 6 человек оставили. Поэтому мы из-за хоккея пострадали. Видите, мы оказались виноваты, что у нас слишком много медалей. Вот я вам хочу сказать, это, конечно, приятно иметь, скажем, орден Ленина. Но ведь будем так говорить прямо, что некоторые виды спорта являются базовыми. Легкая атлетика – это вид спорта, который очень часто называют королевой спорта. То есть там много участников, там много всяких драматических ситуаций, там много разных видов. И много, естественно, очень сильных спортсменов. И поэтому, да, хоккеисты – это, так сказать, люди практически легендарные. Но выиграть медаль в легкой атлетике – это вы лучше меня знаете. Олимпийскую золотую медаль, когда там буквально на миллиметры идет разница. Это дело непростое. Но самое непростое – вы ведь, ваш рекорд не побит до сих пор. – Нет, победы почему? – Нет, я имею в виду другой рекорд. Я имею в виду, чтобы три раза стартовать и один за другим улучшать мировой рекорд. Причем, если не ошибаюсь, то уже в финале был установлен рекорд выше прежнего на 4 секунды. На 4 секунды – это в такой дистанции, как полторы тысячи метров. Ну, там за долей борьба идет. И поэтому три мировых рекорда в трех забегах на одной олимпийской дистанции. Вот он уже стоит, дай бог памяти, сколько? – 45 лет. – 40 лет. – 40 лет, да. 40 лет близко никто не подходит, потому что… – 45. – А? – 45. Недавно мы праздновали. – Да, 45. Но скоро будет полвека вообще. За полвека ведь, смотрите, сколько воды утекло. Тем более в спорте. – Ну, наверное, его не побьет, потому что это нереально. Сейчас немножко другие скорости, я так думаю. И очень сложно настроиться. И действительно все настраиваются на борьбу. Когда я первый раз бежала, и форма была великолепная, я так быстро начала, а там было огромное табло. Я увидела, что очень быстро бегу. Я притормозила. Второй забег. А, кстати, следующая за мной была всего на две десятых сзади. То есть она спокойно могла меня где-то обогнать на финише. Но всех устраивало положение, чтобы попасть в полуфинал. Так же получилось и в полуфинале. Тоже второе место проиграло мне совсем немного. То есть это дело обезения какого-то случая, что я три раза пробежала, я три раза установила рекорд. Ну, а вообще сейчас, конечно, главная задача – как-то сэкономить силы для того, чтобы выиграть финал. У нас же ещё какая задача была? То есть те, кто со мной пробежали в полуфинале и в забеге, они как бы очень много сил потратили. Девочка, которая была со мной в забеге, 17-летняя канатка. Мы её больше нигде никогда не слышали. Поэтому это тоже был один из тактических вариантов. Давайте мы скажем сегодня очень нужные слова о вашем тренере, о вашем супруге. К сожалению, я попутно хочу вам выразить и соболезнования, потому что Виктор Ходзанцев недавно ушёл из жизни. Человек, который в сущности сделал вас Людмилой Брагиной. А вы с ним, когда встретились, у вас какой был результат? Дело всё в том, что я считаю, что мне очень повезло, потому что мне было 23 года. Я была только кандидат в мастера спорта. Никто особо на меня не обращал внимания. И мы встретились на сборах, и он просто подсказал мне по технике бега. И сразу я почувствовала, что бежать можно намного быстрее, прикладывая меньшие усилия. И поэтому я просто стала просить, чтобы он меня тренировал. Он жил в Кирове, а я в Краснодаре. Он мне писал планы, я в Краснодаре тренировалась по планам. А на сборах, так как у нас всё-таки тогда много было этих сборов, подготовки к соревнованиям, он следил за мной практически, он всё время бегал со мной. То есть он во время бега постоянно подправлял технику, какую-то скорость пробегания отрезков. – А вот вы мне скажите, откуда у него такое чутьё? Ведь, в общем-то, он никогда не входил до этого в элиту тренерскую. Она у нас в основном была в столице. Но вот в Кирове появился такой... – Так он и не был тренером. Он был бегуном, он был в сборной, он был призёр Советского Союза, он был кандидатом на Олимпиаду. Но тогда у нас было положение, что должны были из республики. И он со вторым местом остался дома перед Токио, а прибал с десятым местом, поехав на Олимпиаду. То есть для него это была травма на всю жизнь. Но тогда ещё, когда мы встретились, он на сборах бегал, как бегун. Но просто он увидел, он, знаете, что мне сказать? – Ты такая талантливая, что я боюсь за тебя браться. – Вот как? – Да. – Но дело всё в том, что он ведь в сущности целиком и полностью перестроил вас, как бегун. – Он не перестроил. Дело всё в том, что он настолько думающий, он очень много читал. Физические качества спортсмена у него вся подчёркнута. Там очень много интересных мыслей по технике бега. И с Зациорским я разговаривала лично и говорю, как вы вывели правильную технику бега, потому что мы её поймали. А он и говорит, вы практические, а я эмпирические. Поэтому давайте будем защищаться. Но я как-то не стала, потому что я не думала, что я буду работать преподавателем в УЗИ. И так как-то эта тема у нас отошла. – Но у Дуо было интересно ещё. Очень такая настольная книга – «Тяжелоатлетический спорт». Там очень было чётко расписано работа и отдых. То есть работают все спортсмены. И даже больше положенного, даже больше, чем нужно. Большие объёмы бега. Но они как раз губят всё. Вот у нас даже часто, я замечаю, вот эти игровики, которые перед соревнованиями выходят на тренировку и выполняют полноценную тренировку. Те же ребята зарубежные, они выходят там, повеселились, чуть-чуть попинали мяч и ушли. То есть вот это вот, понимаете, умение тренера найти вот эту границу между отдыхом и работой – это самое главное в спорте. И ещё вот, например, говорят, что если кто не может спать днём и ночью, спортсмен, из него ничего не получится. Потому что не успевает за ночь человек отдохнуть. А можно было бы выспаться и после тренировки, и после обеда, и после завтрака, ещё и ночью. То есть вот такие спортсмены, они, конечно, это… И ещё, конечно, все очень разные. Вы знаете, вот Борзов, тот мог долго ходить перед соревнованиями, не ложиться спать. А Аржанов закрывал все двери и ругался, если кто-то ему мешал уснуть рано. Представляете, вот насколько все разные? Ну, там ведь, в общем-то, результаты были такие, что любой нюанс, любая… Нет, ну это каждая психология. Вот у меня было такое состояние перед среником, будто я не спала всю ночь. Значит, я пробегу очень быстро. Если я просыпаюсь от скрепкого сна, я выиграю, но ничего приличного не будет. Вот такое даже было состояние. И поэтому я, например, не старалась очень рано лечь спать. Людмила Ивановна, вот вы знаете, Олимпиада в Мюнхене, которая была в 1972 году, она ведь оставила особый след в истории Олимпийского движения. Ну, во-первых, это была первая Олимпиада, которая чуть была, не была сорвана. Вы помните, вот эти вот арабские террористы, которые проникли чуть ли не на ваших глазах на территории Олимпийской деревни и совершили первый, по сути дела, террористический акт. И вы, если не видели, то вы как-то очень близко были к этому событию. Дело в том, что я выходила, там было запасное поле за территорией Олимпийской деревни. И люди ходили довольно свободно. Я пошла на зарядку, и меня не пустили, сказали, что произошло у нас очень такое страшное ЧП. А они ночью с рюкзаками думали, что это загуляли ребята где-то, спортсмены, никто на них не обратил внимания. Там были и полицейские, и была охрана. Но они же перелезли через... Они перелезли, но на них никто... Ну, ребята погуляли где-то ночью и возвращаются. А там, значит, мы жили в больших корпусах, большие команды. А в таких, как Израиль, там в основном ребята только были борцы, по-моему. Или боксеры, я сейчас не помню. Вот, они к ним сразу зашли, взяли в заложники, по-моему, кого-то они уже убили, то ли тренера, то ли спортсмена. По-моему, тренера. И стали, значит, выдвигать свои требования. Дайте нам самолет, дайте нам вертолет, чтобы мы улетели и попытались освободить своих там, которые уже в тюрьме. Очень долго шли переговоры, и Олимпиада стояла под угрозой срыва. Когда приехали, это был великолепный праздник. Это был до вашего забега или после? Это уже мы пробежали забег. И все думали, что отменят. Но они так сделали день перерыва, и как бы траурный митинг, но Олимпиаду продолжили. Но большинство спортсменов, которые уже выступили, уехали. Потому что вот эта гнетущая обстановка очень много военных, полицейских, охраны. То есть деревня уже была не спортсменами заполнена, а в основном охраной. И очень было неприятно. Но, вы знаете, видимо, так человек устроен. Если я готова, то особенно как-то... Не очень на меня это повлияло, в смысле результата. Вот это впервые. Ведь Олимпийские игры – это праздник. Это как бы в то время, это было реально. А когда люди во время Олимпийских игр прекращают всякие, так сказать, выяснения отношений, и он превращается в праздник, действительно. И Олимпийские игры 1972 года, которые были в Мюнхене, они, в общем-то, в какой-то степени поколебали это утверждение. Потому что после этого все Олимпийские игры превращались в такую зону очень жёсткой охраны. Вы бывали уже после этого в качестве гостя. – Нет, я была и в Монреале, и в Америке. Забыну, как город называют. В Атланте. – В Атланте. – Там, кстати, в Атланте я тоже, там же большая разница во времени. Я рано встала, смотрела телевизор. И объявили, там же был взрыв среди людей, которые гуляли в парке. Тоже. То есть везде пытаются как-то. – Мы пытаются, но уже обстановка… – Своих действий. – Вспомните, вы же были на Московской Олимпиаде. – Да, да. – Мы были в качестве, по-моему, комментатора. – Комментатора, да. И вы помните, какая была обстановка, когда Москву всё вычистили, и всех хоть кто-нибудь чуть-чуть был заподозрен в антиобщественной деятельности, был на это время… – Ну, может, и правильно. Что потом ходить и оглядываться. Может, и правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...